Природа не создает лишних явлений, все в ней служит определенной цели. Но некоторые естественные механизмы настолько сильны, что даже незначительное их преувеличение может быть разрушительным. Об этом не понаслышке знают профессиональные химики, породу своей деятельности имеющие дело с токсическими элементами. Многие из них встречаются не только в закрытых лабораториях, но и постоянно присутствуют в нашей жизни, в условно-безопасных количествах, входя в состав бытовых предметов и приборов. Самый распространенный в повседневном обиходе из опасных химических элементов – ртуть. Этот тяжелый металл, наравнев хромом, марганцем, свинцом и некоторыми другими веществами, встречается в каждом доме. Энтенпепеп, где содержится ртуть в естественной среде, основным источником ртути являются горные породы и минералы. Извержение вулканов, горячие источники и пыль рассеивают ее в атмосфере. Но эти количества настолько ничтожны, что могут представлять серьезную опасность, разве что для людей, оказавшихся в непосредственной близости от эпицентра стихийного бедствия. Зато человек вредит себе сам намного сильнее, распространяя ртуть техногенными путями. Наиболее значительное количество ртути используется в тяжелой промышленности, металлургии, сжигании топлива. На втором месте по степени содержания ртути находится орошение полей, недостаточно очищенной от тяжелых металлов водой и внесения в почву минеральных удобрений. Наконец, загазованный воздух вблизи автомагистралей тоже наполнен парами этого металла. На этом фоне бытовая химия в форме аэрозолей и жидкостей кажется почти безобидным источником ртути, однако и она вносит свой вклад в общее загрязнение биосферы. Каждый из нас, если не ежедневно, то регулярно пользуется газоразрядными люминесцентными лампами и светильниками на их основе, электрическими выключателями и дверными звонками, ртутными термометрами, амальгамосодержащими зубными пломбами, вакцинами для прививок и другими медицинскими препаратами, в составе которых присутствует ртуть. Кроме того, этот химический элемент содержится в морской воде, а следовательно в рыбе, некоторых других продуктах питания и даже в воздухе, которым мы дышим. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Пути попадания и последствия отравления ртутью, зная источники ртути, которыми вы пользуетесь, нетрудно установить пути, которыми тяжелый металл попадает в организм. Это происходит практически постоянно, но в очень малых дозах, почти безвредных для человека. Однако, постоянный повышенный фон или одноразовое сильное отравление ртутью не проходит незамеченным. Самые вероятные пути попадания ртути внутрь человеческого тела, это дыхание, страдают в первую очередь слизистые оболочки носа, носоглотки, бронхи, легкие, и питание из продуктов всасывается в органы пищеварительного тракта. Немного реже встречается отравление ртутью во время вакцинации, в основном у детей садикового и младшего школьного возраста. В быту можно получить дозу ртути даже в собственном доме, разбив термометр или ртутную лампу. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. В общем, мы вдыхаем и глотаем токсичные вещества постоянно с пищей, водопроводной водой, дымом, химическими препаратами. И только чрезмерная порция ртути проявляется очевидными симптомами, внешними и внутренними. Головная боль. Дрожание рук и ног, общий тремор. Нарушение зрения, слуха, обоняние. При длительном воздействии ртути на организм появляется. Раздражительность, быстрая утомляемость, невозможность сосредоточиться. Выпадение зубов и волос, деформация ногтей. Язвы на слизистых оболочках и другие воспалительные процессы. Нарушение работы органов пищеварения, мочеполовой, эндокринной систем. То есть ртуть действует практически на весь организм, подавляя основные жизненные функции и угнетая защитные реакции. Некоторые последствия проявляются только спустя годы и выражаются в хронических патологиях внутренних органов и их систем. Способы очищения организма от ртути, вывести ртуть из организма непросто. Большое значение имеет время, поэтому действуйте сразу же после отравления. А если ваша работа или место жительства неизбежно связаны с повышенным содержанием ртути, периодически повторяйте следующие меры. Промойте желудок, при сильном отравлении неоднократно. Вызовите врача или отправляйтесь в поликлинику, где медик назначит конкретные препараты. До этого можете принять активированный уголь и метионин. Взбитые яичные белки считаются эффективным средством для обезвреживания попавшей в организм ртути, если вы успеете принять их как можно скорее после отравления. При поражении слизистых оболочек обязательно их промывание глицериновым раствором барата натрия. Помогите организму очиститься естественным путем, для этого пейте много жидкости, лучше всего чистой негазированной воды. Приготовьте отвар ромашки, шиповника, облепихи. Эфирные масла этих растений ускоряют очищение организма от тяжелых металлов. Ешьте фрукты, ягоды и другие продукты с высоким содержанием пектинов. Подойдет даже натуральный фруктовый мармелад. Пектин и растительные волокна связывают соли тяжелых металлов и выводят их из организма вместе с собой через кишечник. Сварите картофель в мундире, свеклу или другие крахмалистые овощи. Крахмал и флавоноиды вбирают тяжелые металлы и преобразуют их в инертные соединения, покидающие организм естественным. Путем хорошо очищает организм рис, свечи разомочены в воде и съедены утром натощак без соли. Это обязательная процедура детоксикации для работников вредных производств. Европейские и азиатские ученые доказали мощное очищающее воздействие кинзы, способной выводить ртуть даже из головного мозга. Принимать ее следует в виде чая, приготовленного примерно из 8-10 чайных ложек нарубленной зелени и литра горячей воды. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Дайте напитку настояться в течение 20 минут, но не наливайте его в металлическую посуду. Принимайте курсами в течение 2-3 месяцев на пустой желудок. Принимайте отвар овсяных зерен, приготовленный в соотношении, стакан крупы на 2 литра воды. Не меньше 4 раз в день между приемами пищи выпивайте пополстакана этой мутной жидкости. Купите в аптеке настойку женьшеня, радиолы розовой или китайского лимоника. Принимайте утром и вечером, отмеряя по 40 капель в стакан с водой. Можжевельник, кунжут и лопух, в основном семена этих растений, обладают свойством обезвреживать тяжелые металлы. Добавляйте их в любые блюда, от супов до салатов и даже десертов. Для профилактики старайтесь обогатить свой постоянный рацион, перечисленными выше продуктами и составами. Такие превентивные меры могут быть не только полезными, но и вкусными, если сделать их частью оригинальных блюд. Например, приготовить пряный соус на основе кориандра. Для этого возьмите по 2 столовые ложки тертого пармезана или сыра другого близкого сорта, оливкового масла, сырого миндаля без шкурки, лимонного сока, питьевой воды. Также понадобится 2 зубчика чеснока, несколько крупинок морской соли и пучок листьев зеленых кориандра. Все эти ингредиенты перетираются в блендере или ступке до состояния однородного пюре. В результате получается ароматная заправка, напоминающая популярный соус песто, сравнимая с ним по универсальности, но значительно превосходящая в полезности. Но если симптомы отравления ртутью очень сильные, ощущается головокружение или даже потеря сознания, немедленно вызывайте скорую помощь, объяснив бригаде причину обращения. При отравлении ребенка ртутью даже не пытайтесь действовать самостоятельно и избегать квалифицированной помощи, чтобы не усугубить состояние маленького пациента. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.